Славянский район стал первым из территорий Кубани, куда по инициативе Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края организованы пресс-туры краевых СМИ. Во время путешествия по городу представители средств массовой информации побывали на спортивных объектах нашего города, посмотрели, как куются спортивные достижения. Подробности в следующем материале выпуска. О том, что Краснодарский край – край спортивный, говорят давно и на всех уровнях власти. Подтверждением этого стало решение Всероссийской коллегии Министерства спорта России по результатам прошлого года. У нас министр спорта ответил, как в пяти субъектах Российской Федерации, которые с года в год одни выполняют все показатели стратегии. Я думаю, мы находимся на правильном пути, раз нас отметили. Поэтому очень надеемся, что и в результатах всего смотра конкурса мы тоже будем на высокой позиции. Славянский район – многолетний лидер по организации спортивно-массовой работы и развитию физической культуры и спорта. Наряду с привлечением к регулярным и активным занятиям, как можно большего числа жителей, район может гордиться серьезными результатами в спорте высоких достижений. Именно поэтому Славянский район был выбран для пресс-тура. Первым на вопросы корреспондентов газет «Кубанские новости», «Вольная Кубань», «Новая газета Кубани», «Заря Кубани», а также «ГТРК Кубань», «Портал Юга.ру» муниципального телевидения ответил глава Славянского района Роман Сенеговский. В центре обсуждения оказались проблемы финансирования отрасли, содержания спортивных объектов и строительства новых. Мы, прежде всего, перед собой ставим задачу развивать спорт и физическую культуру, чтобы наши дети были оторваны от улицы, занимались физкультурой и спортом. Ну и параллельно, как я уже сказал, тренерский состав дает нам возможность достигать призовые места на уровне края, на уровне страны, Европы. Журналисты побывали на крупных спортивных объектах района. В спорткомплексе «Лидер» легкоатлетическом манеже «Олимпиец» в бассейне «Дельфин» на городском стадионе осмотрели современные спортплощадки шаговой доступности для занятий воркаутом и силовой гимнастикой. Последние – излюбленные места для молодёжи, говорит начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Вот сейчас ещё нету тёплой температуры. От вечера мы насчитывали 87 до 100 человек разного возраста. Вот здесь детишки, там футбол, там тарелку бросают, там просто ходят. Тут на скитах бывает катаются. Напомним, что в районе работают 24 федерации по различным видам спорта. По итогам прошлого года 14 славянских спортсменов входили в состав сборных команд России. Более 200 выступали в составе сборных команд Краснодарского края. В развитии физкультурно-спортивного движения большую роль играет материально-техническая база. Сейчас в районе до 324 единиц увеличена сеть спортивных сооружений, которые способны единовременно принять свыше 8 тысяч человек. Благодаря развитой спортивной базе в районе проводятся соревнования высокого ранга. Среди них – чемпионат Южного федерального округа по греко-римской борьбе, тур командного чемпионата России по настольному теннису, среди женских команд премьер-лиги, первенство России по баскетболу и по регби среди юношей, чемпионаты края, финальные соревнования спартакиады учащихся Кубани, зональные состязания кубков губернатора.